Привет YouTube! Все знают, что для качественной пайки нужен хороший паяльник. Но я абсолютно уверен, что навыки и правильный подход к пайке гораздо важнее и позволяют справиться с любой задачей. В подтверждение по ссылке ниже смотрите шоу ролик по пайке СМД компонентов с 100 ваттным паяльником. А здесь мы разложим все по полочкам и с вами я, Мурик. Существует несколько простых правил, следуя которым во время пайки вы получите гарантированный результат. Сейчас мы их рассмотрим, и в конце ролика я подведу итоги, резюмируя сказанное. Итак, правило первое. Жало паяльника должно быть залужено, то есть покрыто слоем припоя. Как это сделать для паяльника с медным жалом, смотрите в видео по ссылке ниже. Необгораемому жалу, в отличие от медного, напильники и наждачная бумага категорически противопоказаны, но поддерживать его в рабочем состоянии также необходимо и это совсем не сложно. Если жало в сильно запущенном состоянии, то на помощь придет кухонная мочалка с пищевой содой. А во время работы удалить нагар поможет стружка для чистки жал или целлюлозная губка, пропитанная водой. Правило второе. Паяльник должен быть достаточно разогрет, но не перегрет. Очень хорошо, если у него есть встроенный регулятор мощности или он может поддерживать заданную температуру. За небольшие деньги на Алиэкспресс можно найти множество таких паяльников с керамическими нагревателями, по праву получивших звание народных. А вот для простых инструментов, выполнением данного условия может оказаться проблематичным. Но и такие паяльники можно уберечь от перегрева. Решения могут быть самые разные. Начиная от простых в виде диода, включенного последовательно с паяльником, до электронных регуляторов мощности, позволяющих подобрать нужную температуру. Свой паяльник с медным жалом я снабдил диодом, поставив его в разрыв сетевого провода. Подойдет любой с допустимым обратным напряжением от 500 вольт и прямым током, соответствующим мощности вашего паяльника. Он отсекает одну полуволну переменного напряжения, уменьшая подводимую мощность в два раза. Для быстрого нагрева предусмотрен тумблер, которым я замыкаю диод, включая паяльник на полную мощность. Правило три. Детали, как и жало паяльника, должны быть залужены. Если за вас это не сделали на заводе, то позаботиться об этом придется самому. Не ленитесь, даже если вам кажется, что проводники уже залужены. Пройдитесь по ним еще раз. Сложного здесь ничего нет. Сначала очищаем выводы детали или провод от окислов, затем лудим. При этом мы плавно подходим к следующему правилу. Правило четыре. При лужении и пайке используйте флюс. Для чего он нужен? Первым делом флюс удаляет оксидную пленку и предохраняет нагретый металл от окисления. С флюсом, как правило, даже не понадобится механическая зачистка. Также он способствует смачиванию и растеканию припоя по поверхности металла. В итоге мы получаем аккуратный результат без шероховатости и торчащих соплей. Существует много разновидностей флюсов, от универсальных до специализированных, но их обзор выходит за рамки нашего видео. Для АЗОВ достаточно знать, что флюсы бывают активные и нейтральные. Так, например, канифоль это нейтральный флюс, а любой содержащий кислоту является активным. Работа с флюсами предполагает хорошую вентиляцию рабочего места, но особенно стоит позаботиться об этом, если вы пользуетесь кислотным флюсом. Работать с ним легко, он моментально разрушает оксидную пленку на поверхности металла, но вдыхая его испарение вы не добавляете здоровья своим легким. Кроме того, оставшийся после пайки флюс продолжает разъедать не только окислы, но и металл дорожит. К тому же он проводит ток и может закоротить проводники, поэтому остатки надо обязательно смывать. Лично я смываю даже остатки нейтральных флюсов на основе канифоли. Как минимум, это просто красиво. Правило 5. Паяльник должен иметь хороший тепловой контакт с деталями, которые вы паяете. Это позволит произвести пайку быстро и не перегреть их. Поэтому выбирайте такое положение паяльника, при котором с местом пайки контактирует максимальная площадь залуженного жала. При этом припой растекается и служит тепловым мостиком, передающим энергию от жала к месту пайки. Этот момент очень хорошо чувствуется, когда выпаиваешь деталь, припаянную бессвинцовым, высокотемпературным припоем. Иногда приходится специально набирать на жала побольше припоя, чтобы увеличить тепловой контакт и быстрее разогреть место пайки. Правило 6. Припоя должно быть достаточно. Если припоя слишком мало, пайка будет непрочной. В то же время, не стоит им злоупотреблять. Избыточное количество ситуацию не улучшает и чревато закороченными дорожками и капающим расплавленным металлом. Если припой все же залил дорожки и не убирается паяльником, то выручит медная оплетка, которая как губка впитывает припой. В любом случае с опытом к вам придет чувство меры. Давайте подобьем итоги и вспомним последовательность действий, дающих стабильный, предсказуемый результат. Убедитесь, что жало залужено, если нет, приведите его в порядок. Прогрейте паяльник до температуры, когда он уверенно расплавляет припой, но избегайте перегрева. Зачистите и залудите детали. Это залог успешной пайки. Не забывайте о флюсе. Импайка станет аккуратной и порадует вас своим блеском. Во время пайки максимально используйте поверхность жала для хорошего теплового контакта. Периодически очищайте жало от образующегося нагара. На этом у меня все. Красивой вам пайки. Комментируйте, подписывайтесь и до встречи на канале.